Ребята, вновь всем привет! Не прошло и 2-3 дней, как выходит новый ролик. О чем пойдет в этом ролике речь? О том, как надо подбирать себе исполнителей. Сзади меня вы видите дом, и на нем сейчас происходит демонтаж кровли. Демонтаж и монтаж заново, то есть выправляются все скаты под фальцевую кровлю. Как же так получилось? И почему так получилось? Кто в этом виноват? Смотрите в этом ролике, и все станет ясно и понятно. Но перед тем, как вы продолжите просмотр, сейчас будет ряд видео, снятые еще давно, еще где-то может 2-3 недели, когда мы только сюда приехали. Приехали, потом договорились с хозяином этого дома, что надо построить леса, и уже когда мы поставили леса, залезли на крышу, обследовали ее и пришли к каким-то выводам. Есть видео, которое я снимал для того, чтобы найти каких-то плотников, каких-то людей, которые бы сюда пришли, посмотрели своим профессиональным взглядом, да, и сказали, что надо исправлять. Кто там приехала? Тиан Групп нам материал привез. Ай, Андрюшка, молодец. Ученые назвали это естественным отбором. И вот, разгрузили металл. Все это организовал у нас наш постоянный поставщик. Тиан Групп, Андрей Акимов. Металл. Понедельник заказали, сегодня среда, уже укомплектована и доставлена на объект. Также перфорация на вензазор и венконек. У нас седьмая оцинковка. Кстати, всесобишная. И мембрана Дельта Пентакс. Такой мы еще не использовали. Новая, пятислойная. Отлично. Андрей, спасибо за оперативность. А что еще? Еще Псул. Гель. Фальцгель. И Климер. А, Климера нет, Климера. Климера у нас в гараже. Скотч. Дельта Мультибенд. Все отлично. Андрей, спасибо. Сиан Групп лучший на этом земном шарике. И Дёркин. С пленки. И металл. Сисобишный. Наши великолепные леса. Бегать можно. Безопасные. Вот так. Короче, что получается у нас? Вот на этом скате. Если так вот смотреть. То идет прямо и яма. Вот. Скорее всего, этот скат, обрешходку полностью надо снимать. Вот. И выравнивать весь скат. Это по работе, чтобы ты говорил. Вот. А, вот. Сейчас сразу сюда. Далее. Что у нас получается. Что тут фронтон. Он, видишь, закошенный. То есть он должен быть. Ну. Прямо вот так вот. То есть выйти в эту точку по сути. Вот в эту обрешетку. То есть он должен пойти вот сюда. И сюда пойти, к этому углу. Вот. Поэтому здесь. Вот этот треугольник надо разбирать. От Яндова до этого. Здесь, видишь, даже продыха не оставлено. Забора воздуха нет. Вот. То есть. Этот скат, если вентилируется, да? То вот этот треугольник вообще никак не вентилируется. Здесь, скорее всего, тоже треугольник надо снимать. То ли пером, то ли чем контрабруса. То есть сделать забор воздуха. Систему. Чтобы было. Ну, то есть здесь. Продумывать, чтобы был забор воздуха. И поэтому треугольник уходил. Вот. Вот такой фронт работы. Вон там еще на этом углу. Есть яма. Вот в этом углу есть яма. То же надо выравнивать. Там вообще бугур. Короче, здесь нужна бригада плотников, которые все посмотрят. Может, тоже каждый дыхательный скат тоже надо разбирать. Потому что там реальность посмотреть. Вот так вот. Ну, на камеру не видно. Вот. Вот так вот, короче. То есть, если глобально, тут можно, блин, сказать, все, как разбирать с обрешеткой и все переделать кременам. Дальше. Здесь тоже, смотри. То есть, где вот этот угол находится, да? Вот тень моя. И не видно ни хера. То есть, этот угол находится здесь. А где-то вот здесь. То есть, прикинь. А должен приходить вот сюда. Вот здесь решено нарастить на лобовую. Вот на эту. Еще 25 миллиметров дюймовки. Чтобы вот здесь вот этот угол сошелся. То есть, она идет вот так, если угол. Здесь вот должен сходиться вот здесь. То есть, здесь надо добить. Ну, шире сделать эту лобовую. Ну, это можно дюймовку все добить и все. Вот. Ну, поэтому скатываю, вроде так, все нормально. Более-менее. Далее, далее. Здесь уже были заменены капельника конденсата. Вот. Проклеены. Вот. Скажу, наперед скажу, что здесь будет лобовая доска. Обшиваться металлом в рейчный фальц. В рейку, вернее, не фальц, а в рейку. Вот. Фотографию прикреплю. Как это примерно будет выглядеть. Вот. Что было сделано уже на этом объекте. Что было исправлено. То есть, был снят говеный. Здесь стоял капельник конденсата. Вообще, никогда не покупайте капельник конденсата в магазинах. Вот. Находите какие-то, ну, может, там, гаражи, я не знаю, кто занимается металлом. Вот. И делайте под себя, заказывайте под себя. Все. То есть, ну, стандартные планки, которые продаются в магазине, они не всегда подходят. А их все равно вставят, и это ошибка. Так, пойдемте дальше. Как видно, исправили вот этот угол. Да? Теперь угол приходит сюда и сюда. Идем дальше. Вот этот скат уже более-менее выровняли. Но, когда скат разобрали, выяснилось, что одним контрабрусом и обрешеткой доской скат полностью не выровнять. Это надо, то есть, глобально здесь надо было разбирать стропильную систему. Вот. И опять же, это надо заплатить и переделать. Но заказчик, хозяин дома уже на это не пошел. Поэтому более-менее какими-то усилиями чуть-чуть поправили. Но все равно горбик, горбик есть небольшой. Ну, надеюсь, в металле это не совсем будет видно. Вот. Возможно, что металл может зафолдить волнами, пойти никаких перегибов. Ну, постараемся, постараемся сделать все аккуратно и избежать этого всего. Вот. Здесь треугольник переделывается. То есть, здесь будет забор воздуха. Здесь еще пленка восстановится, проклеится. Вот. Будет забор воздуха. Видите, сделаны в контрабрусе отверстия, чтобы воздух мог пойти по всему скату. Было движение воздуха. Вот. Выровнена вот эта вот часть. Вот. Здесь она будет сходиться в этом месте. Вот. Но я вам это в будущих роликах все покажу. Вот. Вот этот скат. Вот этот весь скат. Будет сниматься. Вот. Вся обрешетка. Потому что 4 сантиметра яма. От этой точки до яндовой. Тянем шнурку. Замерили в том месте. И 4 сантиметра. Провал. На доске это так не видно. Понимаете? Но когда сделается металл. Металл. И пальцевую кровлю. Сразу все покажет. Моментально. Это будет очень-очень некрасиво. Так. Поднимемся на крышу. Вот в этом месте яма. Обратите внимание, как сделаны яндовы. Видите? Почему так получилось? Почему не свели? А знаете, какой ответ? Потому что руки из жопы растут. Вот он, правильный ответ на все это. На этом объекте покажем, как обходить трубы. Как будет. Здесь будут настенные желоба. Вот. Здесь будет короб тоже делаться. Это стены будут обшиваться тоже фальцем. Там интересная труба в сложном месте. Тоже интересный узел. Вот. Ну. Будем показывать. Что было. Вы сами все видите. Вот. И что станет. С этой кровлей. Здесь мы еще будем решать. Какие у нас коньки. Ну, скорее всего, вентилируемые коньки будут. Потому что здесь треугольник, опять же, заперт. Никакой вентиляции нет. Вот. И будем вам построить здесь решать этот. Вот. То есть, у этой компании понимания системы кровли нету вообще. Вот. И... Директор этой компании или фирмы. Я не знаю, как компания или фирмы называть. А, мол, ни то, ни другое вообще. Вот. Так. Шарашкин на конторы, блин. Вот. И... Будем делать. Человек это строит для себя. Поэтому... И хочет, чтобы кровля была сделана хорошо. Вот. Ну, хорошо. На данном этапе, когда мы с вами пришли, мы сделать бы не смогли. Вот. Поэтому... Следите. Следите за каналом. Следите за роликом. Вот. Мы вам тут все покажем. Здесь много ничего интересного. И много узлов. У нас получается... Оттуда вот вода будет идти сюда. Вот. С этого места, с этого перегиба будет уходить. Вот с этого ската. Вот с этого ската будет ходить вон в ту воронку. Там воронка будет находиться. Здесь примерно 70 квадратов. Вот на этих двух скатах одна воронка вполне справится. Так. Далее. Здесь будет розоклонка. В эту воронку. И в эту воронку. Здесь еще одна воронка будет стоять. Вот. И с этого хребта будем уводить, не вру, оттуда. С Яндовы будет желоб идти. Тоже с этого ската сводить воду в эту воронку. И с того ската будет ставиться воронка вот здесь. Вот. Как-то так вот. Ну все. Пока как-то так вот. И вот. После того, что вы увидели, то что услышали. Мы подъехали еще к одному объекту, где те же самые исполнители. Вот. Сейчас я вам покажу, что они и здесь наделали. И заодно вы увидите, кто же этот исполнитель. И решать только вам, тем клиентам, заказчикам, которые строятся в Ленинградской области. Вот. Стоит ли обращаться в эту компанию или что это, фирма, вот, за их услугами. Вот. Поэтому пойдемте смотреть. Все одним кадром. Вот. Это компания или фирма это. Ну можете загуглить. Вот. И давайте посмотрим, что же они здесь наделали. Вот. Я не особо разбираюсь в стропильной системе, да. То есть это я не плотник. Вот. Но я думаю, плотники посмотрят. Вот. И оценят эту работу. И напишут в комментариях. Значит, сделано все вот так вот. То есть обратите внимание, сразу я что вижу в кровле, да. Ветровая планка сразу сделана на стропильную ногу. Как потом заказчик будет здесь что-то обшивать, ну, он же будет, он же так не оставит, да. Вот. Он чем-то там софитами или металлами, что-то еще он будет это все закрывать. Вот. Пленка. Пленка вообще прервана. Не довели до карнизного капельника. Там, ну, все вы знаете, наверное, что мембрана должна клеиться на капельник конденсата. Вот. Это обязательное условие. Вот. Но здесь они по какой-то своей технологии делают. Вот. Смотрим дальше. Примыкание. Ну да. Там на окно завели. Ах, козырек, козырек. Здесь, наверное, кто-то есть. Вот так вот. Вроде хозяева есть, но пока еще ни до кого не случался. А может сам подрядчик здесь увидел и скрывается. Здесь вообще примыкание топовское. Выпустили лист. Вот. Обратите внимание наверху. Тоже мембрана. Заканчивается раньше. То есть, если будет конденсат и заказчик сделает себе подшиву, то все сосульки будут в карнизе. Через карниз выходить. Обратите внимание, как стропильная нога. То есть, шпилька насквозь стенку. Получается. Сделано. И без какой-либо мембраны, ну, прокладки к газобетону. Правильно это или неправильно, я не знаю. Но, по-моему, нет. Опять же. Эти вывели. Не берусь судить, потому что в этом не разбираюсь. Вот. А те, кто разбирается, надеюсь, напишут в комментариях, правильно это сделал или нет. Я могу сказать точно, что мембрана должна заклеиваться на капельник конденсата. Вот. А здесь они вообще мембрану вывели под капельником конденсата. То есть, у ребят представления вообще нет. Как правильно делать. Они даже не пытаются развиваться. А лепят от себя чину. Вот. Ну, вот здесь та же история. Со стропильной ногой. Вот. Сейчас пойдем дальше смотреть. Ну, с этой стороны такая же история. Жалко хозяева дома, что, скорее всего, им придется это переделывать. Вон там вообще непонятно, что сделано. Яндова торчит. И фронтальная планка. Ужасно. Ужасное исполнение. И неправильное. Вот. То есть, речь, если это кровля мансардная, и будет утепляться между стропил, вот, то здесь контраброса нету. Скорее всего, я не вижу. Вот. Ну, вот здесь вот можно посмотреть. Вот здесь сразу на стропилке лежит обрешетка. И черепица. Металл черепицы. То есть, ни о каком контрабрусе речи нет. Вон там вот. Сразу видно, что нет никакого контрабруса. Опять же, пленка заканчивается раньше, чтобы сосульки висели из-под карниза. А если это мансардный этаж, то надо переделывать, ну, полностью переделать кровлю, снимать всю металл черепицу, ставить контрабрус, ставить мемрану, обрешетку и заново все перестелать. Ходишь и вздыхаешь. Тоже самое, мембрана под капельником конденсата. Ни о каком заборе воздуха для вентиляции подкровенной системы нету. Нету. Эта крыша просто со временем сгниет. Покроется мохом. Здесь пленку прорезали. Для чего? Непонятно. Мне какая-то своя система, я же говорю. Обратите внимание еще. Они что, это металл черепица припили, да, получается? Видите, саморезы торчат. Вот они. Это прям вообще. Что будет здесь на фасаде пока не ясно, но балка прикрученная к газобетону. Я такое вообще не видел. Здесь порвана мембрана. Опять же, никакого контрабруса нету. Я думаю, если есть у заказчиков договор, то они заставят эту компанию переделать все. Они наимут экспертизу. Вот и все. Смотрите, вот тут примыкание, да? Примыкание возьмем. То есть вода, которая будет идти с крыши. Как вы думаете, куда она будет литься? Да, на фасад. Здесь вот уже видно, что фасад, ну, газобетон, а уже грязный. А когда будет здесь кладка или что-то еще, здесь будет большая проблема. Ну вот, как-то так вот. Все печально. Все очень печально. А я вам покажу. нашу крышу, которая переделывается. Вот она стоит, видите? Вон она. То есть, дельцы. Дельцы. Еще не ясно, сколько они здесь попортят крышу. В этом поселке. Непонятно. Вон там, Антон Донин, что-то похожая, по-моему, ситуация. Но это я уже не пойду, не буду смотреть. Все это печально. Все печально, ребята. Итак, друзья, давайте подведем итоги. заказчик сам звонил на эту фирму, этому человеку, чтобы тот подъехал и посмотрел на их ошибки и чтобы переделали. тем более, что стоят хорошие леса. Можно пройтись и показать, где допущены ошибки. Скажу так же, что тот исполнитель, которого вы видели баннер, сказал, что у нас никаких договоренностей нету, вы все приняли, поэтому я ничего не буду переделывать, не приеду и не буду разговаривать с вами. Вот так вы понимаете. То есть эти компании или эта фирма, я не знаю, как они точно называются, они делали здесь фундамент, сделали стены, делали крышу. На этапе фундамента у них какой-то был договор, потом они получается уже как бы в доверие в другу вошли и решили уже дальше продолжить стены и крышу делать без договора. Ну и вот видимо была эта ошибка. Что сказать? Нельзя доверять вот таким людям. Почему? Почему так получилось? Одной из причин конечно это то, что не было лесов, что заказчик хозяин данного дома не мог их контролировать. То есть он смотрел где-то вот так вот на стороне, да, вроде есть стропила, есть вроде мембраны, есть контраблуз, есть обрешетка, но ровность поверхности проверить никак не мог. вот то есть человек может боиться высоты или что-то еще залазит на крышу проверять. Он доверился этой компании, чтобы они сделали все хорошо. Вот. И когда они уже получается закончили, заказчик посмотрел, вроде со стороны, вроде есть обрешетка, вроде сплошная, вроде все должно быть хорошо. Но потом он обратился к нам, а мы в любом случае делаем кровлю только с лесов. Вот. Никаких веревок, ничего, чтобы сверху, как им кверху, как говорится, делать кровлю мы не будем. И это на будущее тем заказчикам, которые нам будут звонить, вот. Они должны готовы поставить вот такие леса. Вот. как вы видели в ролике чуть раньше, что леса такие, что вы можете сами как заказчик, хозяин дома залезть, сами пройти, сами посмотреть, что делается, вот, и за что вы платите деньги. Так вот, первая причина, не было лесов, не было контроля. То есть, доверяй и проверяй. Вроде думаешь, специалисты, да? Но надо так вот, остановился, так продолжим. А что же там остановился-то? На лесах, да? Остановился. Леса это, ну, такая вещь, которую заказчик должен сразу на этапе уже мурлата уже думать, что леса нужны, какие бы вам плотники не пришли, кто бы там вам что не говорил. Хорошо делать стоп-тода, когда есть удобство, то есть, удобство в лесах, допустим, в безопасности. Леса это вообще безопасность рабочих, вот, и, конечно же качество. Ни один уважающийся специалист не будет делать без лесов, вот, здесь же делать все без лесов. Я вообще хотел бы посмотреть, как это кровельщик будет делать без лесов, допустим, обшивка лобовой доски, да, или подшивку с весов, вот, и саму кровлю, вот, ну, ничего хорошего от этого не получится, вот. Также скажу, что, допустим, установка лесов и закупка материалов этому заказчику обошлось, ну, много не мало, а в 60 тысяч рублей. То есть, если бы на первом этапе все это было куплено и сделано, то я уверен, что он бы смог контролировать и не потом, вернее, не то, что, а потом не доплачивать другим людям, чтобы они переделывали. Сейчас вот эта вся переделка хозяину дому встает в 100 тысяч рублей. Это только за работу, не считая материалов. вы должны понимать, что, если бы он изначально 60 тысяч положил, то вот сейчас ему плюс, плюс 100 тысяч за переделку не пришлось бы тратить. переделки, ну, не хочу, как говорится, слишком много наговаривать на тех исполнителей, на ту контору, на ту компанию, которая делала, но если вы меня смотрите сейчас, вот, вы здесь неподалеку уже, да, вы можете прийти, поговорить, вот, и возместить этому заказчику все эти расходы, мы вам обоснуем все эти переделки, вот, и что вы сделали неправильно, то есть, если вы как-то с этим заказчиком вопрос решите, то будет еще один ролик, вот, где вы свою репутацию немножко установите, скажем так, но если нет, то я сомневаюсь, что у вас есть будущее в строительной сфере вообще, мы будем таких, как вы отслеживать, мы будем таких, как вы показывать, вот, и надеюсь, люди Ленинградской области, да не только у нас, но и в других регионах будут более тщательно подходить к выбору строителей, для своего дома, поэтому как-то вот так вот следите за этим объектом, сейчас ребята, ну еще наверное недели две будут переделывать, вот, и мы приступаем уже к работе с металлом, если бы было бы все хорошо в этом объекте, мы пришли бы здесь, все было бы ну как почти в идеально, да, и не пришлось только переделывать, то вы бы уже наверное наблюдали ролики, как обшивается лобовая доска, как делается надстенный желоб, вот здесь будет надстенный желоб, вот, мы это все покажем, поэтому смотрите, следите, подписывайтесь, вот, помните, да, две заповеди кровищиков, вот, поэтому всем спасибо за просмотр, моих проек? Спасибо. 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 Продолжение следует...